Всех приветствуем! У нас такое тройственное сражение. Мы, конечно, рады возможности поделиться с вами тем, как мы будем играть, но диалог будем вести еще и на разные темы. Так что вы не смущайтесь, наши зрители, а пока что вы видите, как я выбираю войска. У меня 30 тысяч, я могу творить полный беспредел и анархию на эти 30 тысяч. Анархия. Только ты сказал, публик Сепион так сразу вышел, решил себе подкопектировать. Анархия. Ну да, анархия эта вещь страшная. Так, какие вороженные брызги пропроцветают в Центральной Африке? Пистолями. Ну, ты немец, публик, да? 14 лет тут. Ты дочанин. Рагнар Лодброк. Да, мне понравилось, как Глеб играл этими ребятами. Хочу и себе тоже нечто подобное. Мы вчера с Глебом создали такое атомное шоу. Атомные бомбы в миниатюре. Ну это да, там залагало, конечно. На мосту и через репу. Я помню, когда первый раз всего этими ракетницами застрелял, у меня просто паника была у Глеба. Потому что реально мне нечем было атаковать. Ему крыть нечем было, когда я ему за 2 минуты выжил 11% бурцов. Так, я потратил только 15 тысяч. Ну давай, все, давай. Виктор, я предупреждаю. Так как я уверен, что он нанял большую органную оружие. Попробуем немножко сделать, типа, есть у вас войска, да? И выделите часть войск для первого сражения. То есть, к примеру, несколько отрядов пехоты. И давайте их в общую кучу кинем и посмотрим, кто останется жив. Все остальные войска будут как бы за этим наблюдать. И потом по результату сражений будем определять, кто с кем, так сказать, будет воевать. Или можем вот бросать в кучу такими наплывами. Нет, мне такая идея не нравится. Да, ну предлагайте, предлагайте. И открыть кафе хорошая часть войск выделить и отправить в бой. Ну, я тоже предлагаю делить. Ну, то есть, не всеми сразу идти, а ставить, к примеру, стрелковое орудие в резерве. И, допустим, в резерве оставить определенное там. Кому что не жалко. Хорошо. И сходиться. Вот тут вот такая эта самая, как раз как долина Мегидда, где армии сойдутся и будут решать, кто из них самый крупный слон. Я думаю, каждый себе холмик присмотрел. Или части холма. Каждый присмотрел то, что ему дороже. Так, как вы будете выживать на этой карте, я не знаю. Так, ну выжим. Я буду готов сделать свои злые дела. Хорошо. Не буду все. Даже не так сделай, я посмотрю, как лучше будет. Ну все, готов, давайте. Да начнется битва народов. Спешите. Ну ладно, да, начнется битва народов. Я, походу, ближе всего к центру. Хотя, трудно сказать. Какие расстановки. Ну что, вперед в центр. В общее смешение. Так, а это кто у нас? Легкая кавалерия. А, монгольские стрелки. Хорошо. А у меня есть чем крыть. А ну-ка, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эй-эй-эй-эй, это что, мои пушки так хорошо проредили? Своих же. И они попадали, потом встали. Что это такое? Легкая кавалерия. Красиво. Слоны у тебя обстреливают, слушай. Так, ребята, спустимся. Ого-го, фейерверки пошли. Так, ребята, вперед, 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 в общую. Да. Что-то я жгу и жгу тебя. Достают. Да-да-да. Я, кстати, в чёт лучников не брал. У меня исключительно такая пехотная сила. Ну, данцы, засранцы, они такие пехота сильная. Как бы мне... В общем, приглашаю. Я вас жду на центре. Кто готов сразиться? Пехотные ваши части есть, чтобы моих попытаться одолеть, пока вот бомбардировка такая ковровая проходит? У меня пехотных частей нет. Ну, у меня есть, только я не хочу ими идти. Вы решили постоять? Ладно, я буду так потихоньку вперед двигаться. Ну, ты всю армию не выводи, а вот именно давай пехотными частями, мускулами поиграем. Я пока вот... Диме сюрприз приготовлю. Ой, как хорошо! Как замечательно просто моя артиллерия действует. Мне это нравится. Так. А, ну-ка, чуть-чуть назад отойдем. Ага, это у тебя Сицилия. Такие красавцы идут. А кто впереди? Лучники. Из фланга обошла кавалерия. Ну-ка, вот эту вот фланговую... И в меня кто-то попадает. Кто же в меня попадает? А ну-ка, отходим. Давайте вот этой твоей кавалерии сюрприз сделаем. Ага, пехота. Тут к нам идут монголы-стрелки. Так, пушкари, пушкари. Что-то мне кажется, что твои эти самые жгут больше твоих всадников, чем... Я ошибку сделал, да и все. А, я понял. У них низкая эта самая... Низкий расстрел идет. И просто попадали, когда проходили. У них это нужно учитывать. Слушай, это такая... Вещь неприятная. Ах, схватил, схватил. Да-да-да. Зажал, зажал. Зажал, зажал. Схватил и не пускает. Ну, козел, да? Сейчас надо. Схватил. Так, ладно, эту конницу, я думаю, так просто не буду терять. А это кто меня там? Тяжелые монгольские эти самые. А у тебя тоже не отступили. Не монгольские, а тимуритские. У тебя ставка. У тебя есть тяжелая кавалерия, в общем-то. Пушки, пушки, пушки. Давайте, давайте. Вон. Ух ты. Ты часть своей кавалерии послал вдогонку. У тебя пистольеры, я вижу. Да, слишком так они вольготно выстроились. Надо что-то придумать, что под твоей кавалерии их. Ого, так неплохо. Мою кавалерию покосило. Это осадное орудие, я не пойму только чьи. Мои. Хоть дело, потому что у меня до дня боли на орудии самая, ага, вижу, вижу. Так, а что у меня вообще с кавалерии происходит, моя кавалерия сживала. А я твои, я сейчас чистить, там, лонс писал, в честь просто моих, моих, чьих, еще. Я за Сицилию играю. Да, я могу сделать еще хитрее. Пушечки, вы давайте слоников атакуйте. Есть уже вроде слоники падают. В Африке слоники же не достают своими хвостиками. Так, а я что тут стою? Перед атаковать. Даже обходить. Че не достают? Вот бедата. А на этом фланге кто? А на этом фланге опять тимуриды. Да что ж, они все успевают-то, а? Ну, они теряют за то, что успевают. Ой, я не заметил, что ты меня атаковал. Полтора этих самых. Да, я пытаюсь действовать на две стороны. Я сейчас вам буду еще одну вещь такую хитрую пытаться сделать. Правда, мне не совсем понятно, что мне выгоднее делать. Есть такой вариант. Так, а это у тебя, кто благородный рыцарь, это твои полкодавцы. Дмитрий, посмотри, у тебя тут уже конница убегает. Возможно, ты бы их отвел. Могу. Пешение рыцарей. А мои что бегут? Эй, моих рыцарей фактически не осталось. Так, 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 так. А Дмитрий у нас отвлекся, походу. Адмитрий отвлекся и не заметил то, что кавалерию потерял. учащихся вернется тем а тем временем тут происходит разгром но и это что у меня звонили хорошо что слышу мне будет да ладно фигу жестким если я не дал все буду убивать до последней по капли дмитрий у тебя еще конница осталась у меня ночью осталось а то три отряда я твоих погнал ай 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 да тут конница я вам скажу наверное я все таки неправильно такую политику избрал пытаясь загрызть обоих сразу слонов то твоих я уничтожу от кавалерии твоей хватит лишь чтобы потом глеба задавить нужно поддерживать равновесие сил так и да почему это у меня только в одну сторону мы стреляют а давайте повернемся в эту сторону и откроем огонь так значит оттоком но много у нее есть слоники сюда пошли как раз уж он не то же видно что канал получил создавался уже часто так плодало страшно но да вчера то вообще кошмар был я не знаю почему так ну вы же глиб говорил что ночью раз это самое лучше стало ну там чуть-чуть получше было ближе к ночи не знаю у нас с виктором любое время дня и ночи ну расстояние может играет роль провайдер тоже с самиром играли тоже без без лагов было нормально слоним но у меня сейчас ничего не лагает у меня отлично у меня чуть-чуть подлакивать вообще м очень мало слоники слоники вот что вы творите идите отсюда зараза вас тут никто не ждал так ну и мне интересно где же вот эти вот ой как полководца то влетел виктор я бы задумался бы чтобы его увести кто тебе сказал что это мой полководец ах это не твой полководец ты мне когда-то дал прекрасный ай-яй-яй-яй-яй бежим бежим что они творят так только вы же не вне такую толпой безумный давайте кто-то в стороны отходите ой-яй-яй-яй-яй-яй тут прям гидранс битва при гидранспе когда я тебя давлю давлю да они как просто издеваются все назад отойдут. О, стрелки с пистолями против слонов. Это отчаянные попытки выжить против слонов. Так, ну и надо сделать, так сказать, резервную копию. А тем временем я пошел обратно по твоей душе, по твоих стрелков. Ты собираешься их... Ай-яй-яй-яй-яй! Еще и... Если не слоны, так кавалерия! Жесть! Ах, вы гады! Я слонов нарвался! Давайте, стреляйте в них! Все равно, в кого будете попадать! Все не наши, все плохие, все татари, кроме я. А что с моими пушками происходит в это время? В это время мои пушечки поджимает пехота, а с пехотой будет очень тяжело справиться, только слоны. Тимурицкие это смогут, так что мне пока не выгодно слонов убивать. Так, ну-ка, отходим, отходим, отходим. Хотя, если они будут продолжать сосредотачивать свой огонь на мне, то в принципе мне пофигу. Кого убивать? Кого вы там жуете? Я монгольских лучников зажал, ага, не убегают. Все хорошо. Кто это бежит? Стрелки с пистолями. Ну ладно. Какие там нету стрелков с пистолями? Не трогай их. Блин, да ты задрал своими слонами шагай. Слушай, я даже не знаю, что... А тут еще и кавалерия подоспела. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, сейчас буду зажимать твоих с пистолями. Ну, слоны на твои слоны, чтобы троллить. Злое зло. Так, а что там с моими пушками? Вы что-то вообще делаете, пушки, чтобы изменить ситуацию? Давайте вон слонов гасить. Ну-ну. А это кто? Это мои пистольеры. Их тут благородные рыцари благородно имеют. Отлично. Справились. Давайте вот эту кавалерию... На серпентин, на серпентин или как там они называются? Ага. Ай-яй-яй, неужели я своих стрелковых потеряю? Я бы твоим слонам советовал особо не выеживаться. Там еще много пехоты, которые нужно будет истребить. Так, а что тут мои могут сделать? Все, мои могут пока по-тихому попытаться отойти. Только тут куда не пойдешь, везде какая-то бредотень стоит. А это мои пушки. Куда там уже им? Так, все, твоих пушек погнал. Бежать, бежать, бежать. Все, бегут, бегут, бегут. Нет, 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 не бежать. Стоять и стрелять. Ах, все, моего генерала не стало. Но искренне надеюсь, что... Что, что, что... Ой, 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 только не слоны, только... О, наконец-то слоны выбрали другую цель. Слоны, идите лучше на Данью. Ну не на меня же, прямо в тыл, прямо в тыл со всех сторон. Глеб, делай что-то, потому что тут еще, кроме слонов, кавалерий дофигища. И когда эта кавалерия пойдет против твоих, она моих уже сживала. У меня фактически все самые сильные бойцы истощились. На слонов идем, все. Хотя у тебя еще есть, вон, твои стрелковые орудия. Так что, у тебя есть запас. Это у меня осталось. Кто у меня остался? Два отряда кавалерий, два отряда стреляющих. И немножко рыцарей. Так, и что я могу этими войсками предпринять? Надо слонов погнать. Надо слонов погнать, я не знаю, нужно слонов. У тебя артиллерия хорошо с этим справилась бы. А то, что ты сейчас делаешь, это самоубийство твое. Нет, не самоубийство, убил. Но это вообще шикарные кадры. Такая продавка. И у вас у обоих, кстати, огромная армия. Я даже не знаю, у кого армия сильнее. С одной стороны, много кавалерий у тимуридов есть, а с другой стороны, кавалерии пехоты уйма. Так, одних слонов погнал. А все, больше слонов и нету. Дмитрий теперь без слонов. Да, зато я покосил ваших как можно больше. И это было красава. Вот это слоны, которые шагают, мочат, пока вы между собой деретесь. Так там никто не дрался в том-то и дело. Тут только ваша армия осталась. Сейчас ваша кавалерия схлестнулась. Пехота и кавалерия. Но это шикарнейшие кадры на самом деле. Вот наблюдать за этими сражениями, особенно кавалерия против кавалерии. Мне кажется, пехота, конечно же... Мои слоны вернулись. Ха-ха-ха. Тандем номер два. Так, а у тебя еще стрелки с пистолями? Остались? Ничего себе! А что тебе не нравится в моих стрелках с пистолями? Много они стреляют. Вот чем мне не нравится. Ты думаешь, они могут зарешать? А между прочим, у тебя еще осталась артиллерия. Так, мой полководец. В самой гуще событий, естественно, мой полководец. Выходи отсюда. Кто-то побежал уже. И пока у больших ребят свара идет. Зажимаем, зажимаем. Интересно, кто тут выиграет в этой бойне? Судя по всему, конечно, пехота. Хотя, надо что-то предпринять, чтобы вас как можно больше погасить. Давайте убивайте друг друга, а я на это зрелище посмотрю. Хорошо, нет, я и так бросил все, что есть. Так, я на стрелков с пистолями иду. Какие стрелки с пистолями? Охрана полководца, давайте вот охрана полководца, я расстреляю. Жмем, жмем. Так, нет, 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 нужно его отводить, полководца моего. Так, все, тут освободился и иду на стрелков с пистолями. Ага. Так, полководец. Зажимаем с другой стороны. Где он? Где он? Ага, вот. С другой стороны зажимаем и... С двух сторон. Ого, армия еще большая. Хотя вы очень хорошо обредили ряды друг друга, на самом деле. Там где-то вы полководец... А, вот он, ого, что... Получи фашизору. Да, 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 и выстрел, 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 выстрел. Ай-яй-яй, не успели пострелять. Ого! Вот это было эпично! Да, и мы сразу... Рухнули. Я даже вроде по своим попал. Ах ты, с другой стороны решил обойти! Блин, у меня уже тут куча малая идет. Меня будут пользователи ругать за то, что я контакт не отключил. Да, у тебя он так жестоко все время аукается каждый раз. Жесть. Ну, ребят, извините, на самом деле, просто исключительно забыл. Моя ошибка. А как ты сделал, чтобы она аукалась? У меня вообще молчит контакт всегда. Да, да я не знаю, ничего не делал, просто не настраивал его, скорее всего. Да, я не настраивал. Это кто? Охрана-полководца? Так, ну вы сможете строить, сделать и стрелять. Наверное, не успеют. Заряжайте свои оружия! Ага, меня тут Димчик мешает стрелять своими. Кто это у тебя тут такие ракеты? Убери их нафиг отсюда. Свои ракеты. Вот погнал меня своими ракетами. Тут еще разбираться и разбираться с цепионовой армией, которые лучники ислама. Свои ракетами погнал твоих, пешими твою конницу. Не, не, ты погнал моих. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Эти бегут, ребята. Да. Это что? А кто тут? Кто тут еще? Непонятно кто. Давайте вот ваших. У меня осталось 11 садников, и я буду пускать их на прорыв. Теперь вы воюете. Как там вы собирались одерживать верх? Ракетница с благородными рыцарями воюется. Но все, сейчас начнется. Охрана-полководца. А это кто? Благородные рыцари. Лучники. Наверняка они рыцари. Так, кто меня там зажимает? Дания. Дания? Дания не может тебя зажимать. А, ты имеешь в виду со стороны осадных орудий? Где бы их? Я вас не вижу. Я, крови Глеба, если честно, тоже никого. Ничьих войск больше не вижу. Так он хитрюга, пока мы с тобой друг друга мочили. Но он находился дальше и послал против тебя воинов. Тебе надо было не моих мочить, а думать тоже. А ты так увлекся своими слонами и прошелся. Фактически понимаешь, тот камень, ножницы, бумага. Вот его пехоту могли остановить только либо твои слоны, либо мои пистольеры. О, как залагано. В следующий раз я буду его мочить. А твои слоны и мои пистольеры были заняты в пожирании друг друга. И пехота зарешала. Ну, Глебу респект, конечно. Он правильно рассчитал. Суть и итоги боя. Единственное, что я хочу его осадные орудия поломать. Уж больно они мне вреда причинили. Я надеюсь, Глеб, ты не против. Так, а чей это генерал погиб? Это меня слоны сбунтовали, если я их замочил и вместе с ними полководец. У меня все равно войск не осталось. Они у меня с ума сошли, пошли, убежали куда-то слоны под пальму и там начали пастись. Ну, я их... У меня сейчас очень сильно залагало что-то. А это что за мусульманские... А, лучники у Глусера? Залагало, потому что... Э, этот... Не знаю. Отлагало вроде. Да. Да, отлагало, все нормально. Пушки тут что-то бесхозные лежат. Так, что-то эти пушечники никак один остался. О, наконец-то умер. И лучников вот этих. Так, где Катуклол? Где... Подскажи, где ты? Сейчас сражение идет на самом краю карты. Если смотреть на западе. Нет, центр-запад. Центр карты-запад. Я уже вижу. Такие твои рыцари мочат его лучников. Да, да. Хотя вот лучники Ислама очень сильно у них эти мечи. У них, по-моему, атака. Нет, они блошные мечники. Они же прежде всего. Я думаю, они пережуют моих. Так, вы помните, кто в прохождении СС? Почему? Или Виктор, или Денис, или Диадан. Да, он удивляет. Почему можно лучников Ислама нанимать в Сицилии? И почему там есть столько мусульман? И, короче, мне это так бомбануло, капец. Не знать, что... Они же как раз на границе. И, естественно, что там мусульман было. Вон сколько конницы идет. Не поэтому. Дело в том, что там одно время, в 9 веке, мусульмане-арабы захватили Сицилию и создали Сицилийский Эмират. И сто лет это была мусульманская государство. Посмотри, какая подмога идет. А кто это, кто это идет? Это какая-то легкая кавалерия. Только потом, в 10 веке, когда викинги-норманы с севера. Вот они воевали у мусульмана Сицилия и создали свое королевство. То есть, викинги-норманы выгнали там. И... Вот, все, побежали. Да. Где еще твои войска? Где еще? Ух ты, у меня один отряд пистольеров. Блин, начали. Чего они не могут обратиться? Ничего себе, вообще далеко находятся. Да сдавать уже кто-то проиграл. Сдаюсь, поставь скорость на 6. Я хочу встретиться лицом к лицу с твоими ордами. Орда на орду пошла, как говорил Карамзин. Ай-яй-яй, одним натиском всех сживали. Ну что ж, по результатам. Воинам осталось. У меня 55. Наверное, успели сбежать. Ой, у Димы и того меньше 54. Но он взял меньше всего. На один человек. А вот Сицилия привела аж 901 человек. Ну не так уж и далеко от твоих 86. Потеряла половину. Половину всех своих войск. Так у меня Шекспир, король Иоанн. Кто создает теперь? Давай попробуем, ты создашь. Сейчас я запись остановлю. Всем спасибо. Видео будет выложено у меня на канале. Не знаю почему-то. Глеб постеснялся записывать. Почему я записывал. Да? А, ну значит ссылка будет на его видео. На его канале. Мы скатаемся.